Всем привет! Сегодня я буду готовить традиционный французский популярный десерт крем-карамель. Обычно я его готовил в духовке на водяной бане в течение часа при температуре 160 градусов. Но сейчас у меня появилось вот такое уникальное изделие 101 микро-гурме. И в нем я этот десерт буду готовить за 11 минут. Посмотрите, я снимаю верхнюю крышку лоток и оставляю здесь в контейнеры. И в этих контейнерах я буду готовить порционный десерт. Вначале мне нужно будет приготовить карамель. А карамель это сахар, сковорода и силиконовый скребок. Ставим разогреваться сковороду от шефа. Многие хозяйки, когда готовят карамель, сразу высыпают весь сахар на сковородку, начинают мешать. Он потихоньку начинает схватываться и получаются комочки. Чтобы этого не происходило, сахар нужно высыпать постепенно. Смотрите, небольшими порциями. Высыпали немножко. И смотрите, как только первая часть сахара начинает плавиться, постепенно добавляем следующую порцию. И самое важное, когда вы готовите карамель, она ни в коем случае не должна закипеть. Если карамель закипит, то ее можно смело выбрасывать, потому что она сгорит и будет давать горечь. Она нам не нужна. Наверняка многие из вас, когда готовили карамель, использовали столовую ложку, сахар и на открытом огне готовили сженку. Это почти то же самое. Только в современных условиях. Обязательно перемешивайте силиконовым скребком. Ни в коем случае ни ложкой, ни вилкой, ни другими острыми предметами. Иначе вы испортите посуду. Силиконовый скребок очень гибкий, пластичный, не боится высоких температур, не впитывает никаких запахов, ароматов, так что. Очень удобно. Особенно если вы работаете с карамелью, то как только карамель застынет на силиконе, ну и чуть-чуть, вот так помяли, она будет рассоскочена. А если вы будете мешать деревянные лопатки, то нужно будет ее обязательно замачивать. Смотрите, сахар начинает плавиться. И постепенно добавляем в следующую порцию. Берем микрогурме со стаканчиками. Карамель должна иметь янтарный цвет, светло-желтый. Я уверяю, что у вас все получится. Самое главное, это не бояться. Многие хозяйки очень волнуются, начинают спешить. И когда вы спешите, то у вас может возникнуть непредсказуемые ситуации. Не спешите, не нервничайте. Делайте все с хорошим настроением. Улыбайтесь как можно чаще, и тогда у вас точно все получится. Посмотрите, как легко и просто при помощи сахарницы-дозатора вращать и высыпать тонкой струйкой сахар. Вам не надо брать ложку, везде рассыпать. Сахар направляюсь именно туда, куда вам надо. И небольшими порциями. Так, перемешиваем. Нагрев можно уменьшить. И карамель, я уже говорил, не должна закипеть. Тихонечко всыпаем сахар, перемешиваем. Как только очередная порция растаялась, добавляем следующую. Тихонечко всыпаем. Сахар направляемся. Тихонечко всыпаем. Тихонечко всыпаем. Тихонечко всыпаем, чтобы он не устал. Продолжение следует... 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 миксера очень удобно не нужно будет открывать это заливать постепенно сливки горячие посмотрите нажимаем пальцем сюда кувшин открывается тонкой тройкой вливаем сливки в миксер и в процессе взбивания яиц с сахаром сливки попадают вовнутрь удобно я надеюсь что все эти секреты вы запоминаете или записываете и обязательно поделитесь со своими друзьями в этом миксере вы можете приготовить домашний майонез взяли желтки горчицу лимонный сок уксус и потом постепенно процессе взбивания добавляете растительное масло очень удобно тонкой тройкой нужно будет выливать и у вас получится домашний майонез также вы можете готовить соусы к различным салатам я допустим беру соевый соус мед горчицу и постепенно вливаю оливковое масло получается замечательный соус можете добавлять туда травы там допустим тимьян можете розмарин можете базилик добавить аромат смотрите как увеличивается масса в объеме становится легкой воздушной но слишком сильно не взбивайте напоминаю вам только перемешивайте до однородной это не бисквит если вы конечно взбивайте бисквит или безе то есть конечно надо будет приложить усилия вот такая получается легкая сливочная масса которую сейчас я буду разливать по чашечкам посмотрите сегодня я предлагаю приготовить крем карамель в микро гурме нижнюю чашу для воды нужно будет налить 400 миллилитров холодной воды я очень люблю микро гурме потому что все блюда готовится быстро легко и удобно 400 миллилитров воды потом ставим нижний лоток карамель уже застыла и сверху заливаем сливочной основой вот эту вот эту получившуюся пену мы отставляем в сторону и разливаем чашечки почти до самого верха и и и и и и и и и Вода должна получиться ровно 8 стаканчиков. Микро-гурме закрываем крышкой и ставим ее в микроволновку. Мощность 800 Вт, время приготовления 11 минут. Вот такие получаются легкие воздушные десерты крем-карамель. Посмотрите, после выпекания поверхность должна быть упругая. Видите, если, допустим, вы чувствуете, что жидковато немного, то поставьте еще на 1-2 минуты в микроволновку. Сейчас я выставил все это на крышку. Даю возможность слегка остыть. А я займусь апельсином. Карамель идеально сочетается с цитрусовыми. Это может быть лимон, лайм, мандарин или апельсин. Можете также взять розовый грейп-прук. Апельсин нужно будет почистить от кожицы и нарезать на дольки. Карамель сладкая, апельсин кислый. Как раз будет дополнение друг друга. Сладкого и кислого. Нож сначала вставляем между пленками. Прорезаем до середины. Посмотрите, да? И аккуратно потом отсоединяем дольку. Вот эти пленки ни в коем случае не должны попадаться в дольках. Иначе они будут давать горечь. Этот французский десерт можно подавать со взбитыми слитками. Берем стаканчик. Аккуратненько выпрехаем. И поднимаем. Смотрите, карамель расплавилась и превратилась в соус. Рядом кладем 2-3 дольки апельсина. И десерт готов. Я уверен, что этот легкий и воздушный французский десерт, крем-карамель, вам понравится. И вы обязательно захотите его приготовить и порадовать своих домашних. С вами был Александр Селезнев. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok